Большое спасибо! Меня зовут Стив Каддинс, я координатор движения Красивый Петербург. Многие, может быть, из вас слышали об этом движении. И сегодня я расскажу об исследованиях. Помимо разных активностей, мы занимаемся уже давно, уже больше трех лет, городскими исследованиями, волонтерскими городскими исследованиями. То есть, когда инициативные горожане пытаются что-то изучить в городе, еще и дальше предложить что-то городским властям, что-то поменять, чтобы всем стало лучше жить. И сегодня, собственно, я расскажу, какие технологии мы применяли, применяем. И в рамках именно исследований Красивого Петербурга, и в дальнейших исследованиях, которые я уже стал в рамках своей профессиональной деятельности, технологии, которые я стал применять в рамках профессиональной деятельности, потому что несколько лет назад, имея такие увлечения, скажем так, урбанистические в рамках общественного движения, я решил, что нужно в этом плане вырасти профессионально. Окончил второе высшее образование как раз по магистрской программе по урбанистике, и обрел некие компетенции, и стал в том числе исследовать, какие технологии современные можно использовать для того, чтобы краудсорсинг подключить к гражданским исследованиям. Собственно, немножко о том, в этой области чем занимается Красивый Петербург. Во-первых, так как это движение инициативных граждан за улучшение качества городской среды, очевидным образом движение объединяет граждан, которые, собственно, хотят менять и улучшать городскую среду. Ну и, как я уже сказал, в том числе мы занимаемся и исследованиями города. И замечательная вещь, если соединить идею объединения жителей города, идею проведения исследований и предложений каких-то идей преобразования города, можно вместе получить очень классную коллаборацию и очень классные результаты. Потому что люди, как заказчики изменений, привносят эти изменения в жизнь города, в котором они живут. В Рамхэттево я решил сформулировать такую идею, что же такое краудсорсинг в гражданских исследованиях. У меня получилась такая идея. Очень часто гражданских активистов, условно так называемых, спрашивают, а что вам больше всех надо? И когда задумываешься, да, мне больше всех надо, потому что среди огромной массы пассивных жителей города, которые просто плывут по течению и с ними можно делать все, что угодно, есть некоторое небольшое количество горожан, которые не готовы, в рамках вопросов развития города, не готовы быть в этом течении пассивном, а хотят что-то делать, и действительно им больше всех надо. А когда вот эти люди, которым больше всех надо, объединяются, еще и хотят чего-то добиться, то это получается очень мощная такая сила, которая действительно способна пробивать любые стены, любые стены безразличия чиновников, пассивности чиновников, безграмотности чиновников и так далее, тому подобное. Поэтому впервые, об этом мы задумались еще в 2012 году, и первое крупное исследование прошло в 2013 году, когда мы действительно по полной впервые освоили технологии краудсорсинга, мы решили совместно с фондом «Городские проекты» исследовать Невский проспект. Это было лето 2013 года, тогда как раз очень удачно Невский закрывали на ремонт при перекладке асфальта, можно было исследовать и как массово люди гуляют в отсутствии машин, можно было исследовать, когда машины уже починили асфальт, машины ездили, как вообще распределяются потоки автомобилей пешеходов, и, собственно, с чего мы начали. Ну, все очень просто. В социальной сети пишем, типа, ребята, классно, сейчас будем исследовать. На удивление, огромное количество людей вызвалось, в этом исследовании принимали участие где-то больше 50 волонтеров. Ну, я скажу, это действительно огромное число, чтобы из интернетов на улицу вытащить столько людей, которые еще будут часами стоять на улице с таким вот механическим счетчиком и считать пешеходов. Это действительно было большое достижение, и мы познали такую силу краудсорсинга. Можно написать в социальной сети, люди объединятся и выйдут на улицы. Но это еще не очень высокотехнологичный краудсорсинг, как вы многие понимаете. Нужно было как-то данные, которые люди собирают, нужно было как-то сводить воединую. Заполнять какие-то бумажные анкетки, передавать данные, это все очень сторонне, удобно. И логичным образом было использовать элементарнейшие, ну, собственно, как было раньше. Вот собрали людей, типа классно ребята, вот посчитали. И, собственно, был вопрос, вот как дальше. Люди собрали данные, как с этими данными работать. У нас больше 50 человек, огромнейшие наборы данных по часам в разных точках Невского проспекта. Оно логично пришло в голову, у нас есть прекрасные облачные технологии, на элементарнейшем уровне тех же самых Google таблиц. Можно всех этих людей, все пользуются интернетом, у всех, ну, практически у всех есть мобильные гаджеты. И можно людей прямо на месте попросить все данные сразу же заносить в интернет. Собственно, что и было сделано, и нам не пришлось вручную заниматься каким-то переносом цифр, какими-то ручными подсчетами. Были созданы Google таблицы со всеми формулами автоматического суммирования всех потоков, нужные интерполяции данных и так далее, и тому подобное. И фактически такой краудсорсинг перенесся с улиц, когда мы, ну, точнее, сначала из интернета на улицу, потом из улиц обратно в интернет. Когда мы людей вытащили что-то в живую, в настоящем городе посчитать, а потом все их данные автоматически при их же участии внесли в интернет. Все очень классно прогрессивно на момент 2013 года, но время шло, технологии тоже совершенствовались. Уже в 2014 году у Красиво Петербурга появилось мобильное приложение, при помощи которого, ну, мобильное приложение в дополнение к сайту, при помощи которого любой житель города может отправить обращение чиновникам, официальное обращение, и сказать, там, почините мне дорогу, восстановите мне газон около дома, и так далее, и тому подобное. Огромное количество есть в городе нарушений, которые можно устранять, отправляя обращение. Сделали автоматизированную систему, при помощи которой эти обращения можно буквально в два касания экрана мобильного телефона. Сфотографировал проблему, выбрал ее тип, все, официальное письмо автоматически генерируется, улетает чиновникам. Эта технология отлично работает, десятки тысяч обращений уже в Петербурге, да и в других городах жители отправили при помощи нашей платформы. Но это тема совершенно другого разговора, да, сейчас к тому, как вот эту технологию можно использовать в гражданских исследованиях. И мы подумали, что помимо того, что люди вот сами отправляют какие-то обращения о каких-то проблемах, можно эти данные использовать как раз в том числе для исследований. То есть понять, как можно улучшить городскую среду, собирая вот большие объемы этих данных о проблемах городской среды. И эту технологию мы использовали уже в рамках полноценного научного исследования, которое проводила экспертная команда Красивого Петербурга в рамках большого исследования, в котором принимал участие университет ИТМО Санкт-Петербургский. Это было в прошлом году, и мы исследовали город Красноярск. В Красноярске будет в 2019 году универсиада, и как обычно бывает в России, что-то серьезное в городах происходит только к мегасобытиям, типа чемпионата мира, олимпиады. Вот у них будет универсиада, и город решил, что ему надо как-то стать чуть-чуть лучше. Исследование было в первую очередь нацелено на решение транспортных проблем, но любая современная наука, транспортная наука и урбанистика гласит и доказывает, что невозможно решать какие-то отдельные проблемы города в отрыве от всего масштаба. Поэтому в том числе в рамках этого транспортного исследования мы исследовали городскую среду с точки зрения ее удобства не только для автомобилистов, но и для пешеходов, и для велосипедистов, потому что они тоже являются участниками дорожного движения. И, собственно, у нас появилась какая идея? У нас есть огромный город-миллионник, есть огромное количество районов, везде нужно провести исследования. Более того, мы, как бы, вот исследователи, вообще сидим в Санкт-Петербурге, а Красноярск где-то в пяти часах лету. Что же можно сделать? Можно найти в городе Красноярске тех, кому больше всех надо, и рассказать им, что мы хотим сделать, объяснить им, что даже чиновникам это совершенно не нужно, мы это делаем, потому что мы понимаем, что это важно, ни в каких там формальных это за этого не прописано, и, собственно, устроить им там краудсорсинг, чтобы они объединились и сами исследовали свой город, чтобы мы, по их данным, могли предложить варианты его улучшения. И, собственно, мы разделили город на несколько типовых районов. Они были совершенно неформальные административные районы, а исключительно по типу городской среды. И предложили, тоже объявили такой клич, нашли общественных активистов в Красноярске, и их объединили, чтобы они, собственно, ходили, ездили на велосипедах по своему городу и фиксировали проблемы городской среды. И, собственно, для этого мы впервые использовали мобильные технологии, чуть-чуть доработанный движок приложения Красивый мир, специально адаптированный под это исследование, с определенным набором категорий проблем, которые мы фиксировали в рамках этого исследования. Ну и, собственно, мы взяли пул активистов и запустили их на улицы своего города. Естественно, данные, которые мы собрали, не сравнятся ни с какими там официальными данными, которые могут выдать чиновники по запросам и так далее, потому что действительно проблемы собирали люди, которые хотят улучшить свой город. И огромное количество данных мы получили. Что прекрасно. Мы получили сразу готовые к автоматизированной обработке данные с привязанной геолокацией фотографий по каждой проблеме, уже с распределенной типологией проблем. Таким образом, при помощи краудсорсинга получилось собрать большой объем данных о городе в рамках научного исследования. В том числе эти данные помогли сформулировать предложение, какие улицы нужно реконструировать, на каких улицах целесообразно думать о том, что в перспективе строить сеть велодорожек, какой бы ни был Красноярск холодный, все равно там уже сейчас есть даже круглогодичные велосипедисты, не говоря о том, что летом большое количество людей готовы ездить не только для покатушек на велосипедах. И таким образом мы собрали большой массив данных, его обработали автоматизированно и предложили решение. Исключительно благодаря тому, что при помощи современных технологий и при помощи краудсорсинга у нас получилось активизировать людей для сбора этих данных. Ну, собственно, в рамках сегодняшнего выступления вкратце вот такие вот примеры. Возможно, сейчас у нас еще есть несколько минут на вопросы, с удовольствием на них отвечу. Большое спасибо, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Раз, раз. Как заход в науку, скажем так, повлиял на практику потом? Есть? Вот что-то вы вынесли именно из научного подхода, что потом перенеслось на какие-то практические вещи, которые вы делаете? Есть такое? Ну, смотрите, на самом деле, этот научный подход, чем он был хорош? Он был научно-практический, да. То есть, помимо того, что мы придумали технологию, ее построили, мы ее сразу опробовали и с помощью этой технологии действительно собрали данные, которые пошли в работу, благодаря которым мы смогли провести там научно-обоснованные предложения. То есть, теперь у нас, мы знаем, что есть технология, и мы знаем, что она работает. И мы эту технологию теперь можем использовать, во-первых, для любого города, то есть, тут дело не в Красноярске или Санкт-Петербурге, а, во-вторых, мы ее можем не только в рамках каких-то научных работ использовать, но и в рамках общественных исследований. И, в принципе, просто я не упоминал, менее технологично, но мы это ранее уже делали в Санкт-Петербурге, просто без автоматизированных таких сборов данных. Мы фиксировали, например, это было в позапрошлом году, фиксировали истории, когда дорожники там чинили дороги, перекатывали асфальт, а выяснялось, что на самом деле там где-то положили один слой асфальта вместо двух и так далее. Тогда просто сбор данных был, скажем так, в ручном режиме, потому что довольно сложные объекты, нужно было быть действительно хорошо подготовленным человеком, чтобы понимать, что действительно это нарушение при дорожных работах, а не вот так положено было. Но вот такую полуавтоматизированную технологию мы уже ранее применяли. То есть теперь есть опробованная технология, которую мы можем дальше применять, естественно, будем применять. Какие технологии вы применяли, кроме мобильного приложения и Google таблиц для сбора данных? Или советуйте применять? Ну, смотрите, в решении наших задач было… Ну, какие были задачи в нашей цели? Это сначала взять, объединить людей. С этим делом отлично справляются соцсети. Ну, если у вас есть уже какой-то пул активистов, скажем так, либо есть понимание, откуда его брать. Дальше вопрос координации. В рамках координации отлично работают вот такие сервисы вроде Google таблиц, где ты можешь собрать людей, сразу же там их контакты и сразу же результаты их исследования. Ну и вот, собственно, это специфическая технология мобильных приложений. Но в целом очевидно и вообще этот общий единый тренд, что для любых таких сетевых историй хорошо работают мобильные сервисы, мобильные гаджеты, потому что это то, что есть всегда с человеком. Это то, благодаря чему человек может свои данные отдавать в сеть и объединять. Вот, поэтому здесь конкретно было специализировано мобильное приложение, но их есть огромное количество, есть специальные мобильные трекеры, есть мобильные приложения для загрузки данных в OpenStreetMaps и так далее. То есть, ну, очевидно, за этим будущее, ну, по крайней мере, настоящее точно за этим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...